а я не понял что вы делаете в моем холодильнике вы что хотите кушать вы тут привет ребята в общем как вы знаете в америке дикая инфляция а мы решили немножко вернуться к истокам нашего видео то с чего начинают все эмигранты и некоторые из вас очень любят подобные видео давайте просто с вами пробьемся по парочке магазинам посмотрим вообще что происходит с ценами ну и просто прогуляйтесь вместе с нами посмотрите на нашу так сказать продуктовую корзину и вместе мы все-таки выясним в конце поднялись цены не поднялись и насколько сильно инфляция ударила по американскому народу погнали так друзья мы с вами миллион лет просто не были в магазинах сзади меня магазин aldis с ним мы наверно с вами никогда вообще не были не показывали такой европейский пол немецкий магазин насколько знаю в германии он считается каким достаточно выше среднего а здесь в остине в чехасе он просто офигенный по ценам здесь даже тележки в европе обычно такие 25 центов надо класть и причем смешно там женщина на улице она пошла отвозить тележку а я вообще забыл что сюда кладут монетки я чтоб далеко не идти говорю вам нужно давайте мне я пойду в магазин и забрал у нее тележку она что-то вручала себе на ухо она она оказывается у нее просто 25 центов надо было забрать неудобно вышло да кстати мы бы пошли туда без тележки нам нужна тележка так как мы сюда приехали воскресенье утром вы видите очень очень мало народу почему мало народу милая а что воскресенье утром да поэтому мы в магазин кто в церковь а мы в магазин мы напоминаю в техасе здесь да люди в церковь ходят сколько стоит кубника по 2 доллара 2 доллара стоит вот это но тут это хорошая цена пошла в этом где-то 250 на новой чеби до 270 такая же он ежевику камила взяла доллар 90 здесь 200 грамм она вкусная тебе нравится она малина стоит 250 за 200 грамм о класс а сколько пачка стоит 3 доллара это зеленые фасоль да сколько тут грамм 450 так горошек доллар восемьдесят за двести двадцать семь грамм так на яблоки мы берем вот такие sweet angle я не знаю почему они в целом вы видите вот такие это цена за 400 они вот это за 900 грамм цена вот это за кило 300 цена 3 доллара тоже затем у 300 250 не знаю много мало салаты мы постоянно едим вот это вот стоит два сорок три штучки полки лодит а и вот этот постоянно едим салат так микс тут идет сразу блин он стоит 380 это очень вкусные ряды причем здесь много сладостей которые сделаны не в америки тоже из европы их привозят но мы их пропускаем потому что вы не представляете насколько это вкусно просто невозможно вкусно о маша вуху сделаем вместо хлебушка можно взять вместо какого хлебушка который мы так не едим один крекер 20 калорий я не буду и ты да ну вот цена доллар 25 за эти крекеры это мы любим но это мы не покупаем потому что очень редко можно такое себе позволить они 20 ты хочешь крекер морковка да морковка имбирь и я не знаю как так турмели как он переводится да ты хочешь этот сок так вот еще вкуснее клубника банан тоже без сахара посмотри он больше калорий а ну да 5 долларов это банка стоит ну хочешь бери но я не хочу такое хорошо вот сырок бри 3 доллара пачка я не знаю где он сделан сделан в америке вот барганзола бри камамбер 350 так кофе кстати здесь тоже поклевает цене 365 за пачку орешек камиле понравилась белочка да это со вкусом кленового сиропа limited edition поэтому надо брать 2 ну кстати наверное этих тоже два возьмем на самом деле нормально кофе мы пьем маринованные огурцы кто думал что в америке нет все есть все продается они вкусные ты пробовала их не очень вкусно огурцы сами такие они как мягкие типа сырок доллара восемьдесят слушай но это точно дешевле чем в hb сто процентов все только этот второй никакой на всякий ну смотри не я никакой не хочу я в принципе не буду поэтому ты себе да так сосиски мы тоже обычно не сильно часто едим но в принципе можно взять вот с чеддером есть они прикольные и можно взять вот эти вот большая пачка в морозилку кинуть если люди вдруг неожиданно придут а у нас ничего нет а то хоть сосисок пожарим на гриле вот такую штуку камилла хочет попробовать это типа макарона да это паста с шпинатом и несколькими сырами сама делала такое 5 долларов пачку ну посмотрим попробуем пусть морозилки тоже лежит так вот это мы кусочек берем засолить 7 долларов он стоит здесь 450 грамм почти 8 а вот этот кусочек мы берем пожарить вот это наверно возьму вот если брать обычное филе то она стоит доллар 65 запал но это обычное филе а здесь полде мы всегда брали вот такое филе она уже с приправами и здесь она получается 419 за 450 грамм ну блин такое оно вкусное ребята просто не могу передать я его постоянно готовил целую курицу хорошо 580 стоит целая курица но а сколько там вес интересно 6 но это два с половиной до так что берем вот такое это 7 долларов грудка берем вот такую грудку она стоит тоже давайте вот эту чуть-чуть поменьше блин 7 долларов и вот тоже прикольная польска ковбаса видите там на гриле изображено нормально 240 можно взять попробовать не знаю с чего это сделано правда но ничего не говядина здесь свинина и говядина здесь только говядина а есть вот прямо из индейки из индейки мне тоже нравится и рикотта такую мы взяли мы обожаем и камила сделает из них клевые ладушки 425 грамм там доллар шестьдесят так и яйца по 94 цента за 12 штук три пачки надо я надеюсь что мне разбит это очень дешево водичка 315 это очень дешево это тоже типа воротниковая считается но ты пьешь спринт просто есть спринт а есть типа фильтрованная вот это вот пару пачек купили да вот эти наверное да вот эти берем ротини эти берем спагетти берем спагетти доллар сорок а эти по 60 центов пачечка а вот это для супа такие не нужны а я ем ты просто не знаешь интересно где не знаю что же разрыхлитель доллар доллар а то у меня заканчивается а что ты будешь им разрыхлять так вилочку еще возьми ложечку бананы как и были 57 центов пойдет хорошо и наши любимые вообще тут такие клевые есть орехи ребята вот особенно кешью вот это с медом а вот это с кокосом обалденные 5 долларов стоит вот такая пицца опять же мы не пробовали но шпинат и сыр фета выглядит и звучит очень вкусно возьмем заморозим пусть лежит на какой-нибудь случай и тортики здесь очень прикольные тогда берем клубничный да сколько он стоит 7 долларов очень большой и очень вкусный как насчет штурдельков как ты смотришь на немецкий штурделек это сейчас кстати сейчас же швалде проходит немецкая неделя да это с чем яблоко а чем она отличается от вот этого а чего так это пирожок получается а тот как пирожки ты видишь этот круглый ну это типа сочного теста там слоеное а да ну так давай тогда вот это еще попробуем по 2.50 ну да возьмем пусть оно лежит нам ребята подсказали идею что они постоянно такое берут и у них всегда есть что случае коллапса потому что у нас бывает такое что мы просто в магазине не успели заехать и печаль так ребята по итогу вот вышла на 164 доллара вот это вот целая корзина да тут не помимо продуктов еще есть он винишка камила брала там еще какой-то из косметики что-то да ну в общем суть в том и много всего в заморозку суть в том что наверно долларов на 100 это еда и мы сейчас поедем еще во второй магазин и посмотрим что там в принципе достаточно большая корзина да для 160 долларов очень много но наш любимый костка в котором мы таримся всегда оптом потому что здесь по-другому невозможно тут тележки даже гигантского размера маленьких нету поэтому пойдемте посмотрим что там целом ребята костка он и в африке костка видите с таким огромным вертолетом вверху что самое забавное сегодня у нас какое 8 октября а снеговики елки уже стоят и деды морозы уже в общем готовятся к рождеству и так мы вернулись домой ребята в магазине было уйма народу долго снимать не тяжело начинаем смотрите у нас вот эти салфетки мы постоянно пользуемся 17 долларов пачка 12 рогов и туалетка 17 долларов пачка тут 30 рогов мы теперь после того как помните когда природа разбушевалась когда приехали калифорния сюда да природа на них разбушевалась мы теперь туалетной бумагой салфетками запасаемся по три пачки вперед так что это нужная вещь так это нью-йорк стейк принципе обычно берем поменьше потому что костка они продаются только вот такими большими пачками то есть нам 4 штуки приготовить теперь будем долго относительно есть 45 долларов цена стоит за 450 грамм 13 долларов ну то есть это там типа около 30 долларов за килограмм сладенькая то за что мы с женей постоянно воюем в общем это карамельный какой-то флан блин это какая-то сметана вкусная карамель это не сметана я не знаю короче написано что запечено с слоем офигительно вкусные карамельные соусы да в общем 9 долларов 1 килограмм 8 баночек делать это в канаде и баночки тоже такие вот прикольные вот они остаются нам для чего-то банки делать массаж это и такой еще взяли за 780 450 грамм тоже си солт карамель карамели с морской солью ну это же я настаивает постоянно он хотел еще тирамису и остановила ну блин я каждое утро бегаю я катаюсь на велосипеде камила плавает и поэтому мы можем себе позволить периодически это нам хватит на две недели нормально стоп вот такой сырок 999 400 грамм весь он твердый идет и только скажите что дегустация не работает потому что этот мир в прошлый раз стали попробовать кусочек и вот мы теперь берем второй раз я уверен очень вкусно очень вкусно потому что его не ты не продала не продали это из нашего тоже завтрашного набора орехи постоянно мы их берем постоянно такие большие пачками здесь кило 600 стоит 6 долларов это вы знаете к тех кто в инстаграме подписан я периодически сильно не надоедаю пощу завтраки какие у нас красивые вот орешки вот вам есть продолжайте завтрак завтраков такое стоит у нас 11 долларов и здесь 1,8 килограмм тоже надолго очень хватает тут две пачки таких запечатаны извините техническая заминка от жив вот такая пачка йогурта мы на самом деле не такие же фанаты просто на него скидка была 4 доллара это пачка 20 24 пачки стоит 6 долларов ну то есть совсем совсем дешево опять стоит в холодильнике это так перекусить иногда пусть будет камила очень любит ты больше их ешь чем я камила очень любит поэтому Женя съедает почти все это масса мы берем я в морозилку его кладу чтобы запаса было тут 900 грамм такие 4 по моему пачечки стоят 12 долларов это ребята обычный перец у нас наконец-то я не знаю как такое случилось такая пачка закончилась год до всех остальных приправ но чтобы для примера вот перец закачивается вот например лук вот лука еще вот столько осталось понятное дело окей чеснок чеснока еще вот столько осталось ну то есть перец да перец мы очень часто едим соль мы уже два раза покупали тут 360 грамм 4 доллара так это мы тоже для завтрака взяли чернику голубику я не различаю 6 долларов 590 грамм 510 грамм Камилка мне печет иногда пирожки вкусные там всякие ну или гостям печет 1,810 долларов классно у нас всегда замороженные фрукты есть какие-то и малинку еще взяли она видно уже такая заканчивается ну пока еще хорошая вот стоит 699 7 долларов за 340 грамм это масло авокадо мы на нем жарим оно выдерживает 500 фаренгейтов температуры то есть это даже не знаю сколько это Камила на нем жарит а я до сегодняшнего дня жарил на оливковом потому что всегда обычно стоит одно масло оливковое в нашей кладовке то есть я вот в салаты добавляю когда мы делаем салаты а это что-то Женя себе жарил яичницу а я видно с салатов там с вечера например там не спрятала и вон о маслице 19 долларов стоит это сколько там 2 литра 19 долларов быстро вот так вот ребята все вот это наша продуктовая корзина поэтому вот такие у нас получились цены по итогу вот такая сумма получилась по итогу из двух магазинов много из чего мы закупаем впрок как вы видите и много чего уходит там за недельку полторы и потом мы идем и докупаем заново так что вот так вот вот такая вот инфляция есть нету подскажите нам почувствовали ли вы инфляцию в той стране где вы живете в том магазине где вы ходите потому что мы не как-то точно почувствовали ну цены подросли то есть это чувствуется по бюджету который мы составляем и мы видим что просто цены на отдельные товары не фиксируем но в целом покупая одно и то же нам того же самого бюджета стало не хватать мне рассказывала когда очень показательным и сахар редко покупаем и я брала сахар стоил там один доллар а потом там спустя даже не знаю месяца три не меньше стоил доллар тридцать то есть я такая что 30 процентов а